друзья всем привет вы на канале голубом по полянде и сегодня у нас грустная тема я попал в аварию здесь польши руси ну не в такую аварию авария была намного проще вот и есть о чем поделиться я хотел бы рассказать о том как полиция реагирует на такие ситуации на украинцев которые попали в эту ситуацию хотел бы рассказать о том как какие страховые выплаты возможно невозможно как здесь работает страховка законы и так далее ну и вообще ситуацию светить для тех кого кто следит за нашим каналом кому ситуация интересная чтобы каждому не рассказывать что уже случилось со мной почему машина в таком состоянии то я сделаю это видео ну и надеюсь оно будет полезным итак поехали итак друзья авария это дело обычное и в польше их тут много потому что много машин много движения движение непростое но слава богу все участники данного дтп живы здоровы никто не пострадал даже машина как вы можете видеть в целостном состоянии единственного час покажем вам дверь пострадала вот въехали в дверь на удивление посад оказался вернее не на удивление на счастье достаточно крепким и вот пострадала только дверь видимо здесь какой то есть защитное ребро что филенка промялась крыло все остальное живо здорово как видите стекло опускается подымается то есть посаджев я жив ребята которые были с нами в этом дтп живы и здоровы это главное дорогие друзья очень хотелось бы мне сказать вам что в этой аварии был виноват не я другой парень и вот как бы я весь жертва обстоятельств но это не так виноват был именно я и это самое обидное потому что до этого будучи на украине в принципе за рулем уже больше 20 лет с 98 года и в принципе было 19 лет без аварийного вождения я нигде не прилипал хотя ездил много и все было классно но вот здесь в польше так получилось что вот попал я в аварию безусловно была очень сложная дорожная обстановка потому что что ушел очень активный сильный дождь стекло было стекла были залиты здесь очень много сложных перекрестков очень много круговых перекрестков перекресток на который я выехал он был косой то есть и когда я выезжал я прекрасно видел правую сторону видел прямо куда мне надо было ехать но сторона с левой стороны было как бы мы за моей спиной стекло как вы понимаете было все в каплях дождь уже так что ли начинала смеркаться и когда я туда посмотрел ну я смотрю машин нету с этой стороны меня пропускает в общем я начинаю движение потихоньку и приход в дверь это был citroen саху маленький малолитражный автомобиль черного цвета я не знаю были ли у ребят включены свет или нет я не хочу думать о них плохо скорее всего все было нормально почему его не увидел непонятно но вероятно из-за толстой широкой стойки которая крепит двери задняя возможность за этого мы с парнем уже думали и в общем других объяснений нет потому что я принципе внимательный водитель но так случилось к сожалению ребята оказались тоже украинцы это строители ребята бригада каменщиков хорошие ребята я рад что мы познакомились жалко только что при таких обстоятельствах ребята ехали домой возвращались домой не доехали буквально 200 метров и вот случилось такое я дома был два километра и это после того как я сделал тяжелую трассу в горах еленя гура въездные дороги там по разным селом потому что трасса была закрыта на ремонт и для меня было очень странно что как бы везде я сложную трассу сделать целыми днями я езжу этого автомобиля вообще не уверен не увидел знаете сам я когда смотрел разные аварии в ютубе я вот за голову брался думаю да как вот аварии такие люди просто друг друга как будто бы и не видят на парковках там его на каких-то простых перекрестках я всегда возмущался да как можно быть таким нему ним невнимательным ну а сейчас видите сам так попал не увидеть просто не увидел автомобиль вот это печально но это так я больше для знакомых для кого интересно сейчас важная информация как работает полиция как работает страховка и все остальное относительно польши друзья ну вот вы увидели выше сейчас кстати вставим кадры с аварии вы посмотрите на фотографиях как это как это выглядит друзья ну в общем сразу же мы с ним сошлись во мнении что надо вызвать полицию хотя видите если нет пострадавших если на дорогу не выбежали жидкости никакие то есть не поврежденного покрытия там вот нет каких-то таких проблем то в принципе по идее многие договариваться сами между собой пишут бумагу о том что было такое дтп что там виноватая сторона согласна со своей виной и в общем-то расходятся с этой бумагой с подписами совсем человек идет в страховую службу и в общем там ему выплачивают покрытие ущерба то есть обычно это так работает но поскольку мы еще не настолько опытные и не знали как это сделать правильно тем более пострадавший парень переживал будет ли возмещен ущерб мы решили вызвать полицию сделать все в общем по всем инстанциям как это положено подробности я звоню 112 112 это вызов это скажем так широкий сервис широкая служба до которая уже там перенаправить тебя нужно пожарная полицейская что какая служба нужно то есть 112 звоню объясняя ситуацию меня задают вопросы если раны нужна ли скорая я объясняю нет все хорошо все прекрасно просто помяли железо вытекло что-либо жидкости какие-то на на дорогу на проезжую часть топлива масло там антифриз потому что тогда приезжает тоже пожарная служба это понимание этим занимается смывают все это эвакуирует я нет у нас просто железо помялось хорошо то ждите полицейских поскольку я же говорю в движение в польше достаточно сложная тут много таких мелких аварий реально очень много то пришлось ребят ждать много много патрулей мимо проехали видя ситуацию мы кстати сразу когда определились я сказал что я понимаю что это моя вина сразу же все я признаю вина за мной и мы сразу же машины растянули собрали эти пластиковые стеклянные части с проезжей части и все и стояли на стороне потому что если неизвестно кто виноваты то есть человек не признает свою вину то соответственно надо блокировать это движение а там и так были пробки то есть ну и опять же очевидно что я был неправ поэтому мы сразу машины оттянули вот полицейских мы ждали где-то минут сорок может даже больше сидели в моей машине общались по душам парень действительно оказался хороший такой украинец и менее классный парень нормально разнакомились при неприятных обстоятельствах и так приезжают полицейские полицейские заберут наши там паспорта на автомобиле документы права ну и страховки соответственно тоже спрашивают какая была ситуация он рассказывает со своей стороны я со своей стороны поскольку я признаю свою вину полностью дальше никаких расспросов не следует они говорят ребята садитесь в свои машины и ждите чтобы вас видели никто никуда не уходит никто никуда не идет свидетели не потребовались опять же потому что я сразу признал свою вину то есть как бы они сели свою машину начали заполнять документы заполнили документы позвали меня я получил 300 злотых штрафа потому что ну я нарушил да если бы это если вы были ранны то скорее всего я бы была бы оплата скорой на мне я так предполагаю я наверняка этого не знаю и если бы было вы вытекали бы вот какие-то на дорогу жидкости то скорее всего тоже опять же это было бы на мне почему потому что он говорит что этот штраф предполагает от 300 до 500 злотых то скорее всего что от степени вот до повреждений так далее то это уже на моей голове вот что дальше документы все они заполнили того парня пригласили там чуть с ним тоже ему писали бумагу по поводу того чтобы он мог обратиться в страховую компанию за возмещением мне написали бумагу во первых что они взяли деньги деньги можно отдать налички если ты украинец то вариант только или наличка или сразу с карты у них есть там терминал шелеф там делаешь или просто в терминале в общем ты оплачиваешь это официально ты получаешь чек ты получаешь документ об оплате за что-то оплатил и так далее то есть никаких там вариантов на лапу не не предполагается дальше что он сказал говорит в силу того что я на глаз не могу оценить степень повреждения твоего автомобиля сахара он не ездок потому что у него вроде удары было одной стороной но вот там потянуло всю сторону телевизор потянуло фары то есть у него морды не было то скажем так получается что уголком задел но как бы она все потянуло и скажем автомобиль уже не то что восстановление не подлежит просто в польше это нет смысла работа будет стоить дороже в три раза чем этот автомобиль поэтому как бы его просто тянули да и все вот ну спас а там он сказал что я должен пройти внеочередной техосмотр и чтобы было подтверждение того что не нарушена симметрия автомобиля я могу его им пользоваться дальше с этой дверью я могу также есть то есть как бы никто не требует чтобы ее сразу делал или вообще чтобы не делал уже некоторые поляки считают что такие вещи уже ремонтировать не надо но мы ремонтировать и не будем просто может быть со временем просто поменяем дверь да и все потому что друзья в польше здесь ремонты настолько дорогие что вот эти старые автомобили для них это уже старый автомобиль то они в принципе их не ремонтируют ну вот если какие-то серьезные повреждения ну а поскольку я сюда чуть-чуть уже и турбину поставил то это ну то есть имеет смысл делать ее дальше она будет есть вот поэтому поводу страховок ребят а кстати с полицейскими закончим значит полицейские были ребята очень профессиональные они сразу пришли начали нас успаковать что ребята все нормально это железо но мнется у всех такое бывает вообще не парьтесь все хорошо вы живы здоровы и ранных нет все это все классно застальное то есть полицейские я не знаю но у нас скажем скажем так сколько я рассталкивался с нашими полице антами это я не скажу что это были приятные встречи правда от них становится тяжело от этих встреч нашими полицейскими украинскими или знаю как там новая полиция но раньше вот это было неприятной встречи с этими ребятами ну просто хотелось чаю посидеть попить такие классные ребята все профессионально никакого был парень девушка они нормально там на нас реагировали нормально с пониманием ко всему отнеслись были очень женщины как-то женщины воспитанные внимательны в общем ребята супер профессионалы своего дела вот сегодня быстренько сделали оформили нас и отпустили как бы все то есть ну не было никакого прессинга наезда ничего со стороны полицейских это здорово ребята полицейский вам лайк вот ну ему дали бумагу с которой он пойдет я не знаю увидимся мы когда-то с этим парнем еще мы с ним ударили по рукам я ему оставил свою визитку потому что оказывается что он нуждается в массаж вот ну то есть удивительная ситуация но тем не менее он получит свою выплату страховки как работают страховая компания оценивая ущерб автомобиля его понимаешь что им его ремонтировать восстанавливает невыгодно то они предложат ему сдать автомобиль на касацию то есть это там утилизацию то есть ну как бы все на выброс автомобиль вот и они предложат ему там узнают среднюю рыночную стоимость данного автомобиля примеру полторы тысячи злотых но это машина недорогая у него была одна на полторушку и стоит вот то они предложат ему отдать эти полторы тысячи чтобы он пошел и следующую такую же взял и все то есть в течение какого-то времени не знаю месяца может быть насколько я слышал от своего хорошего приятеля который кстати мне помогал во время аварии он увидел что такая ситуация меня с собой не было денег на штраф он подъехал и эти деньги мне дал на штраф то есть серега тебе привет это и дух мой серега который меня сюда привез он для меня тут палочка-выручалочка выручает во многих делах так что серега тебе привет и вот серега говорит что даже может быть такое что они могут ему дать автомобиль на время какой-то свой чтобы он не был без машины пока они не дадут ему вот это возмещение ущерба я конечно не знаю насколько это здесь работает я просто с этим не сталкивался но серега знающий парень и он говорит что такое вполне себе возможно и он ряд полностью можно получить эти деньги конечно можно автомобиль этот и восстанавливать делать его ремонт но это будет стоить в несколько раз дороже чем стоимость самому самого автомобиля вот поэтому вряд ли кто-то будет с этим связываться вот еще один момент был что ребята которые там были у да никогда с машины вышли вот авария произошла украинским меркам мы что привыкший клей что если так что-то случилось такое но меня никогда не было на украине но привычно то что о давай как-то разбираться по деньгам самим то здесь в польше это очень не актуально когда ребята вышли это давай нам полторы штуки и все мы пойдем домой пешком а ты забираю этом чем делай что хочешь то здесь здесь это неправильно почему потому что вы платите страховка страховка здесь достаточно большая не такая как на украине три копейки и соответственно зачем я плачу каждый год страховую сумму чтобы потом кому-то еще отдавать деньги за машину то есть если вы здесь попали в аварию у вас есть страховка не соглашайтесь ни на какие выплаты если они хотят можно решить просто на бумаге самим есть просто формы формы какие-то уже распечатанные да там их можно скачать как-то заполнить можно даже от руки написать если же нет значит вызывайте полицию заплатите штраф это все равно будет меньше чем вы будете платить за машину тем более что страховка у вас есть значит все так что друзья вот такая ситуация была скажем так полиция работает хорошо спасибо большое страховка работает хорошо здесь полные выплаты здесь нет такого как на украине что ты бегаешь полгода за этими деньгами в страховую а тебе их не выплачивать он выплачивает какие-нибудь 20 процентов остальное делай сам нет скорее всего мы с этим парнем уже не увидимся если увидимся тоже скажем в более благоприятной обстановке и он уже будет на другой машине так что друзья вот такая история все живы здоровы и слава богу всем безопасного пути и приятного дня пока украина